Тверская область увеличивает объемы ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году по национальному проекту в регионе отремонтировали 104 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения. В 2020 планируется отремонтировать в полтора раза больше. В программу ремонта включено 7 объектов общей протяженностью 153 километра. О том, что ремонт дорог, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, остается приоритетом в работе правительства Тверской области, губернатор Игорь Руденя напомнил руководителям министерств и ведомств на организационном совещании. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — один из 12 проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области по этому национальному проекту в течение шести лет планируется отремонтировать 1244 километров автодорог регионального значения и 262 километра улиц Твери. Вся опорная сеть наших дорог войдет в программу ремонта. Это «Торжок Осташков», далее это трехлетняя программа «Твери-Бережский Сегонск», о чем мы говорим. Кроме того, у нас появится несколько мостовых сооружений. Это трехлетний проект по ремонту моста в Вышнем Волочке, это мост через Волгу в Пеновском районе. В 2020 году по национальному проекту продолжатся работы на автодорогах Тверь-Бережск-Весегонск-Устюжна, Осташков-Сележарова-Ржев и Торжок-Осташков. Контракты на их ремонт заключены в 2019 году сроком на два года. Планируется, что в мае подрядные организации вновь приступят к работам. Это серьезный горизонт планирования, который даст возможность и нам, и дорожникам, Минфину, но самое главное гражданам Тверской области и нашим гостям иметь представление о том, как идет ход дорожного строительства. Это придаст дополнительную привлекательность инвестиционную нашему региону, повысит и качество проживания, ну и, конечно же, безопасность передвижения по нашим дорогам и автолюбителей, и служебного транспорта. Игорь Руденя подчеркнул, необходимо четко соблюдать сроки проведения работ. Их программа должна приниматься заранее, поэтому завершение работ строго до 1 октября.